Ну что, я похудел, ну достаточно, я изменился очень сильно, когда вернулся из Америки, потому что у меня, ну я в детстве просто был таким... С лишним весом, да? Да, да, вот, и как бы в Америке у меня была возможность там ходить в зал, питаться какими-то продуктами, там себя чем-то урезать как-то, потому что, опять же, я такой человек, что я больше думаю, наверное, о своих близких, и там нам выплачивали стипендию тогда, ты помни, это было 120 долларов на тот момент, это считаете 7 лет назад, вот, и я так, у меня были моменты, когда я чем-то... себя ущемлял, но мне хотелось, у меня была маленькая, ну я сейчас маленькая, но тогда я вообще была совсем 3 годика, мне хотелось там как-то подарков попередавать, вот, ну, не знаю, какие-то простые человеческие вещи, вот, и соответственно, на фоне стресса, на фоне всего того, что, как бы, я еще и работал, помимо школы, я начал худеть, просто из-за ритма жизни. То есть, вы не эгоисты, я понял? Ну, вроде нет. Многие артисты говорят, что мы эгоисты, да, мы эгоисты. Ну, может, это, ну, я не могу сказать, что прям вообще не эгоисты, но для кого-то мы всегда плохие, для кого-то мы всегда будем эгоистами, ну, если я люблю этих людей, если там моя семья, то как можно говорить о каком-то эгоизме? Аннет спрашивает, самое романтическое место для тебя, и еще вопрос, и были ли отношения, после которых хотелось вернуться к бывшей? Романтическое место, это, наверное, дом, плед, кино, ну, все. Я люблю очень такую домашнюю атмосферу, закрытую, а отношения, в которых не хотелось вернуться, наверное, нет. Я четко понимаю, что в нашей жизни на все разделены свои периоды, есть свое время, вот, и если, как бы, в том времени ничего не сложилось, то в будущем точно не сложится уже. Поэтому, ну, я, и, опять же, еще такой человек, который не дает вторых шансов тоже. Почему? Ну, потому что я не верю в то, что люди меняются. Наверное, у вас был какой-то неприятный опыт, если вы так говорите. Ну, я вообще, сегодня мы к вам ехали на интервью, а Алине говорю менеджеру, что люди, когда послушают мой альбом, подумают, блин, это его кто-то конкретно обидел, конечно. Но, на самом деле, просто я, ну, я делаю выводы, и все. Не могу сказать, что прям кто-то конкретно так меня видел, просто это собирательная история. И я делаю выводы о том, что вот в жизни, может быть, так, будь готов к этому. То есть альбом можно назвать биографическим, да, ваш? М-м-м-м, 70 на 30, да. Спрашивает Вера, чему перекрасывайся? Потому что я нестабилен по составу. Я могу вообще проснуться, я и покрасился в белый точно так же, я проснулся, а почему бы и нет. Вот, соответственно, точно так же и с черным. Я проснулся, для меня, опять же, белые волосы, этот вот образ, он как-то меня еще, мне хотелось оторваться от того хаята, который вы помнили в голосе сразу резко. И хочется, ну, возможно, потом опять вернусь в белый, возможно, вернусь в зеленый, откуда я знаю. Это все причуды моего мозга. Под настроение, да? Да. Света спрашивает, по каким городам будешь делать тур и будет ли он вообще? Очень прошу Полтаву. Вот, очень приятно, что зовете, очень приятно, что ждете в городах. Мы посмотрим, как пройдет концерт в Киеве, сколько соберется людей, потому что, ну, понятное дело, что тоже, как бы, приезжать ради 10 человек, это, ну, это приятно, что эти 10 человек есть, но это не рентабельно и с точки зрения, ну, как бы, странно, мне кажется. Вот. Поэтому, если будете звать и будет набираться большое количество, конечно, приедем. Да, тут еще спрашивают про Винницу, будь ли концерт. Дуже чекаю. Пуше Аня. Такой же, так же отвечу, да. Настя спрашивает, что тебя действительно злит? Что меня действительно злит? Меня злит, когда люди пытаются вести себя неестественно, когда они стараются быть кем-то, кем они не являются, и когда они сквозь улыбку пытаются добиться каких-то своих целей относительно тебя. То есть, когда, там, за счет тебя пытаются выехать, ну, то есть, не говорят тебе в лоб, ну, давай, вот мы, там, сделаем такую-то, такую-то работу, и в итоге, как бы, и тебе будет плюс, и я на этом всем поднимусь, как бы. Для меня это... Ну, это как вранье. А я вранье не люблю. Вот вранье, наверное, и лицемерие, это две таких вещи, которые я не перевариваю в людях. Кстати, были ли те люди, которые вас набрали, там, позвонили, после вашего участия в Голосе, там, «Я твой старый знакомый, давай опять общаться». Было такое? Да, было. Например, там, одноклассники, с которым, там, лет 10? Было, конечно. Было, да, но... Я, понимаете, не предназначение. Если человек мне откровенно не нравится, я никогда не буду этого скрывать. И вот у меня есть люди, с которыми я работал до этого, да, так сложилось, что путь начинался с ними, были люди, с которыми... Но они откровенно не мои люди, неприятные, и я не могу ничего с этим сделать. Я не могу себя заставить любить кого-то. Если я чувствую в человеке неискренность, если я чувствую, что у него есть какие-то еще умыслы, помимо просто творения чего-то общего, во благо того, чтобы создать музыку, да, новое или новое творчество, я не могу. И, соответственно, так же в общении. Если человек... Я не чувствую в нем комфорта, я не буду с ним общаться. В какой-то период я могу начать с ним общаться, но потом это все равно все сойдет на нет. Поэтому все, с кем я не общался и продолжаю не общаться, вы же должны все понимать. Вы же взрослые люди. Наса спрашивает, что тебя делает по-настоящему счастливым? По-настоящему счастливым? Осознавание того, что все мои близкие живы и здоровы. Когда меня зовут моя маленькая сестра и спрашивают, как у меня дела. Сестра не поет? Нет, не поет. Хочет, но мама сказала, одного артиста хватит. Серьезно. Татья спрашивает, что больше всего выматывает в создании альбома? Ой, моя нестабильность выматывает. Больше всего. Я постоянно хочу что-то менять, уже когда все на финальной стадии готово. Я хочу все равно что-то перекроить, переделать по-новому. И иногда эти эксперименты удачные, иногда трек выпадает из альбома просто в итоге. Аранжировки, да, именно хочется менять? Да, хочется менять, потому что мы же не стоим на месте. Вот серьезно, сейчас такое время, когда музыка развивается с каждым днем, и ты вдохновляешься чем-то или слышишь какие-то там новые у себя, да, в голове, там, симбиоз музыки, каких-то звуков. Для меня, как для человека, который делает вообще электромузыку, да, техномузыку, это очень вообще тяжелое мероприятие, создание альбома, потому что я вдохновляюсь всем, что я слышу на улице. То есть я могу вдохновиться звуком мотора, там, пролетающим самолетом, там, не знаю, ветром, ну, чем угодно. То есть у меня в альбоме очень много таких историй, когда звуки были взяты прямо из жизни. То есть вы записывали? Записывали, а потом синтезировали, да, через компьютер. Так, спрашивает. У тебя есть песня, которая спета, будто бы про тебя? Автор ли ты? Да, есть. Есть. Или это тайно? Да нет, это не тайно. Я не знаю, почему, но вот песня «Злыва», Boombox, Джамала и Пьянобой, она мне вызывает слезы. Я понимаю, ну, это вот как будто, если бы я писал, я бы сделал точно так же, как они сделали. Вот абсолютно моя история. А вы исполняли эту песню? Нет, я очень хотел ее на голосе исполнить, но так сложилось, что, ну, не вышло. Но вы предлагали, да? Да, мою дядю предлагал, но как бы она была, ну, она и по концептуальности моих выступлений, по идее выступлений, была не совсем подходящая, вот, в графике выступлений, поэтому мы ее не взяли. Вот. А тут спрашивали, какую бы ты песню спел бы в суперфинале, если бы ты прошел? Так в суперфинале мы же пели песню из кастинга. В киндзе грэбли шумлять вербы. Это бы... Я знаю, что люди очень ждали эту песню, но вот. Но, к сожалению, я не знаю, даже стоит ли ее... Люди мне пишут в личку, стоит ли выпускать ее в дигитал-версии, потому что люди просят, но... как бы... Ассоциация с голосом, да? Да, ассоциация с голосом, и плюс, понимаете, она была сыграна в тот момент, вот, когда она была сыграна, в том настроении, в котором люди ее полюбили, в той аранжировке с живыми музыкантами. Если я буду ее делать в диджитале, она будет совершенно по-другому все равно звучать. И уже не факт, что она людям так понравится. Не хочется просто портить впечатление. Знаете, тот момент, когда такой хрупкий, хрупкая такая грань, которую не хочется нарушить. Бетти спрашивает, идеальная семья для тебя это? Идеальная семья для меня... Ну, наверное, понимание, умение слушать и любовь. Без любви не может быть ими. Еще спрашивает, какое-то твое любимое блюдо и вообще вы готовите? Любите готовить? Да, люблю готовить очень, но сейчас мало, когда у меня получается редко готовить, потому что постоянно прихожу домой поздно и больше перекусывать где-то получается по пути. Это очень плохо, я знаю, но к сожалению, к сожалению, так. Вообще, любимое блюдо, которое я вообще в любом состоянии, наверное, в любое время смогу съесть это паэлли, когда готовят мой отчим. Или хумус, хумус люблю страшно тоже. Вы сказали, что у вас были в детстве проблемы с лишним весом, но вам приходится в чем-то себе отказывать? Какой-то вредной еде, возможно? Нет. У меня бывает такое, что я вообще стараюсь питаться правильно, овощи, как-то ограничить правильно рацион и все, но бывает такое, что я себя ограничиваю, ограничиваю, а потом иду и съедаю ведро КФС, например, а потом страдаю еще, потому что живот болит и тому подобное. Поэтому, ну, стараюсь, конечно же, меньше есть сладкого, я безумно люблю сладкое, сладкоежка, все везде, где есть сахар, это все я люблю, вот, но стараюсь не есть. Спрашивает, было ли такое, когда опускались руки, я хотел сбросить все, чем занимаешься сейчас? Если да, то как ты поборол это чувство? В университете такое было, хотел бросить университет, вот, потому что это невыносимо было, это настолько было нудно, скучно, и для меня неинтересно, когда ты пишешь музыку, тебе там нравится выступать, а ты сидишь, ты пишешь по лексикологии лекции, например, там, или по психолингвистике, ну, то есть это, да, хотелось бросить, чисто честно, ради мамы, закончил университет, вот. Но высшее образование не пригодилось, да, сейчас? Ну, дай бог, чтобы и не пригодилось, чтобы так и было всегда, пока что да, ну, как я работал в школе, я работал год в школе, тоже преподавателем, арабского, английского, да. и как вам этот год? Круто было, это было круто, с маленькими детьми, у нас была частная школа, очень такая тоже семейная обстановка, у нас был маленький коллектив, все были, как бы, прогрессивные учителя, там, мы молодые были, иностранцы были, вот, но, как бы, просто я год проработал, понял, что не мое, все, как бы, я свою миссию исполнил, попробовал себя в этом, понял, что не для меня. А дети какого возраста там были? Маленькие дети там были, до 12 лет. Это вы им арабский язык все преподавали? Да, кстати, уникумы есть вообще детки, есть, которые, вот, уже с 4 лет там учат китайский, арабский, причем уже там на Олимпиады ездят, то есть, ну, есть такие дети. Ну, я вообще считаю, что ребенок не должен сидеть на месте, максимально нужно его занимать с детства, потому что, когда он вырастает, потом начинается университет, вся эта взрослая жизнь, типа, меня к этому не готовили, то есть, нужно готовить сразу к тому, что ребенок должен быть самостоятельным. Пишут, ты должен победить в голосе. Должен был. Должен был, да. Надка спрашивает, какое самое яркое впечатление от голоса? Самое яркое впечатление от голоса? Да, самое яркое впечатление, самое яркое событие, это знакомство с Тиной. А какие-то выступления свои можете вспомнить? Самые яркие, которые вы считаете? Ну, вообще, мое самое любимое выступление, это нокауты, это когда я латте дехалка через балку, это вообще, я считаю, мое лучшее выступление на проекте, потому что мы вложили туда очень много сил, с Тиной в эту аранжировку, и в саму концепцию песни, мы очень хотели, чтобы ее утвердили, и, соответственно, я очень горжусь этим выступлением, и для меня оно было ярким, потому что, если на боях мне не было четко так понятно, все-таки позиция Тины по поводу меня, то на нокаутах я понял, что я максимально могу доверять этому человеку. Потому что, если вы посмотрите выпуски, не знаю, это, наверное, не видно, но я на каждом выступлении старался держать Тиной и зрительный контакт. Ну, мне показалось, что вы установили этот контакт еще на слепых прослушиваниях, но он не сразу, да? Ну, я не могу довериться человеку сразу, вот я просто, у меня был внутренний голос, который мне сказал, что я должен выбрать именно Тину, что вот это правильное решение. Но, как бы, сказать, что прям сразу же я понял, что и как будет, нет, конечно. У меня на боях были сомнения большие по поводу того, пройду я или нет. И я бегал по павильону, как вшарашенный, что мне не нравятся песни, я типа, ну, это не мое, я себя не раскрываю, но видите, получилось. Ну, то есть, тренер все-таки знал, что она делала. Спрашивают Настя, у тебя было когда-то, тайный поклонник. Не было, не знаю, может сейчас есть, но пока, таких случаев не было. Наверняка пишут в Инстаграме много. Пишут, да, очень много пишут, и много сообщений. обижаются, обижаются, что не открываю, или что открываю, но я очень много раз говорил, что для меня, если вы хотите со мной пообщаться, не пишите, вот мы же, как бы, есть возможность встретиться. Мы устраивали квартирник один, вот у нас будет квартирник в Кропивницком, в субботу, в эту, 4-го числа. Соответственно, есть возможности встретиться, описать, и если я кому-то отправлю сердечко, ну, для меня это пофигизм. Лучше вообще не отвечать тогда. Для некоторых поклонников это счастье, получить сердечко, то сделать скрин и выставить Инстаграм фотографии. Не знаю, я за адекватность всегда, мышление, и для меня очень, мне очень хочется, чтобы они ко мне не относились, как к какому-то неземному существу, потому что такие люди уже есть, я знаю. Хочется, чтобы меня воспринимали просто как одного из, из своих людей, которым, и чтобы они мне доверяли, и слушали мою музыку, чтобы эта музыка, что-то для них меняло. Вот это для меня важно, не чтобы люди ко мне подходили и спили на глазах вот так вот тряслись. Такое есть, да? Ну, было, да, пару раз, но не очень приятно, если честно. Еще спрашивают, какую песню ты бы пел в караоке всю ночь? В караоке всю ночь я бы пел... А что я пел в караоке последний раз? Сейчас я вспомню. А на том берегу не забудки цвету... Не знаю, люблю эту песню очень сильно, потому что на кардионе играл в детстве, и, соответственно, в караоке частенько ее пою. Какие еще поете песни в караоке? Можете топ-5 песен? В караоке пою песню солдат. Песня солдат? Да. Пою бедва вечная призрачная, пою Сэма Смита, «Сэма Смита, создали даже фан-аккаунт» и совмещают наши фотографии вместе. И я просто смотрю эти... Блин, господи... Зачем же так больно? Ну, это будет... Ну, если когда-то такая коллаборация будет, будет прикольно, конечно, думаю, ну, посмотрим. Это... Пока места в планах такого не было. У вас уже был один совместный трек с Юка. Да. Еще планируете совместный трек? Или пока что это один был как эксперимент? Это был эксперимент. Я не знаю, ну, как бы мы пока места ничего такого не обговаривали. Все-таки для меня сейчас важнее развиваться, как самостоятельные единицы. И вообще, ну, коллаборация, это такая история, не всегда... Как я говорю, не всегда праздничная. Потому что, ну, как бы... Для одного человека это может быть круто, а для другого, знаете, вот, опять же, Силка крутая вышла коллаборация, в первую очередь, потому что ребята очень дипломатично относятся, они правильно подходят к этой работе, они учитывали мое мнение, поэтому, как бы, да, здесь очень крутая коллаборация пошла. А большинство людей, которые мне сейчас предлагают с ними записать фит, это, как правило, ну, ты будешь просто частью этого фита. Мне такое не устраивает. Ну, то есть, как бы, я не хочу быть... Ну, в первую очередь, нужно поставить вопрос, кому этот фит важнее, мне или тому человеку, который его предлагает. Вот. Это известный музыкант вам предлагали? Ну, известный, не очень известный, ну, как бы, из прям известных таких нет, еще не было, не могу прям лукавить, говорить, что там куча предложений, я такой говнюк отказываюсь, нет. Но те, кто предлагают, я просто не вижу в них смысла. Для себя. Кстати, у вас есть хейтеры? Ну, как правило, мои хейтеры, пока, наверное, еще это не сформированная категория, но на голосе это были люди, которые болели за других, просто участников, скорее. Которые писали негатив, да? Ну, да, были несколько персонажей, которые прям вот, мой выпуск вышел в YouTube, и первый комментарий от них. И это уже такая тенденция прослеживалась, потому что моя мама читала просто комментарии, она обычно у меня занималась этими вещами, там, отвечала, там, что-то, какие-то перепалки иногда были, но, как правило, да, это обычно маленькое количество людей. Ну, я вообще не понимаю такой вещи, как хейтерство. Если вам не нравится музыка, ну, не слушайте, кто вас заставляет? Там, заходят ко мне в прямой эфир, да, в Инстаграме, и начнут писать какую-то дичь. Ну, то есть, о чем вы приходите со своим говном ко мне? Это мое пространство, мой мир. Не нужно его еще, как бы, заливать грязью. Идите кому-то другому. Ну, то есть, я, я, у меня сразу, у меня есть очень много заблокированных людей, которые просто, ну, писали, что, какую-то несуразицу. И я такой вообще человек, и хаятики об этом знают, очень общительный. Я могу встретиться на улице и стоять лялякать, если мне, ну, как бы, приятен человек, приятное его окружение. Если он пришел ко мне с каким-то позитивом. Если ты пришел просто испогонить мой день, то иди в топку. Ну, вы спокойно, да, к ним относитесь? Да, абсолютно. Не переживай. Это же нормально. Ну, мы же не можем всем нравиться. Мне просто есть такие артисты, которые же рассказывают, что там какие-то комментарии прям до слез доводят. У нас такого не было. Нет. А какая мне разница до комментария человека негативного, который не имеет никакого основания? Ну, то есть, если просто человеку вот эту жизнь чем-то обидел, он решил меня обрить грязью. Вопрос. Как долго ты собираешься утром? Долго, да? Я, во-первых, очень долго просыпаюсь вообще. Для меня это целая процедура. Так как, не знаю, проснуться, попить чай, задумчиво посмотреть в окно, пойти в душ. Это реально я себе форы даю, часа два. То есть ты так не спеша, да? Я очень такой, типа, да, очень сломал у меня все утром. Я люблю не спешить, когда я очень, ну, в последнее время почему-то у меня появилась плохая привычка опаздывать, или, не знаю, надо искоренять. Это, кстати, на голосе так появилось, потому что был определенный график, там вот конкретное время, тебе нужно прийти во столько-то. Я такой, ну, если это 9 утра, соответственно, я никуда не успею до этого, значит, я могу проснуться в 7, поваляться, попить чай, туда-сюда, и потом поехать. И, соответственно, после голоса у меня почему-то выработалась такая привычка делать все медленно. А кто вы по темпераменту? Ой, не знаю даже. Ну, я думаю, скорее сангвеник. Ну, основу в ритматики так медленно собираться, это просто такая привычка, да, у вас выработка? Да, просто, ну, это не касаемо моего характера, это просто темперамент, это просто привычка. Хотел бы, чтобы тебе сняли фильм, кто бы в нем снимался, и какое название дал бы? Фильм? Фильм бы назывался «Счастливчик». То есть, вы бы там были главным героем, да? Нет, я вообще не люблю фигурировать, кстати, вот видео, не знаю, я бы, нет, я бы снимал просто фильм о каком-то человеке, обычном, наверное, ну, я и так обычный человек, но просто из разряда человеке не себе. о том, как развивалась его жизнь, как с течением обстоятельств ему и зло. Спрашивают, какие отношения с Дорну? Никакие. Ну, какие, я не знаю, мастерская выпустила мой сингл, ясно, вот, и, блин, ну, как бы, на самом деле, возможно, если бы этого не произошло, я бы никогда не познакомился с Юкой, или вот, ну, как-то, ну, это все, вот, одно наслоение такое, вот, одно на другое, и получилась картинка такая, что, вот, познакомился с мастерской, сейчас друг мастерской, мы реально с ними круто общаемся, там очень хорошие люди работают, вот, крутая команда, конечно же, мне безумно приятно просто знать, что меня всегда там ждут, мне радо. Просто, если думать, если вы там выпустили песню на этом лейбле, то вы знакомы с Дорно, Люди считают, что мы там чуть ли не по кабакам вместе ходим, да, ну, как бы, нет, мы, как бы, удаленно, вот так вот. Спасибо ваши за ответы, завершающее слово, пожелание для читателей, для поклонников, для тех, кто задавал вопросы, дорогие читатели, хочу сказать вам огромное спасибо за ваши вопросы, действительно, очень приятно, что вопросы не были прям стандартные, такие вот больше уже персональные были, не в контексте, там только голоса, вот, и хочу вас позвать еще раз напомнить о том, что у меня Соник, 19 июня в Зеленом театре, приходите, будет очень круто, это будет новая музыка, которую вы от меня еще не слышали, и вот, собственно, очень буду надеяться на то, что мы с вами сможем еще ближе познакомиться вне проекта, вне голоса уже отдельно.